Здравствуйте! Вы смотрите программу «Действующие лица» на телеканале Краснодар. Меня зовут Анна Володина. Краснодар – прекрасный город, который привлекает сюда людей для переезда. И вообще во всем мире миграция – это такое нормальное явление. За счет этого происходит обмен данными людьми, профессионалами, специалистами. Но сегодня в нашей программе мы поговорим о незаконной миграции и о том, какие проблемы. Это доставляет в гостях у нас в студии Елена Василега, начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Краснодару. Здравствуйте, Елена Владимировна! День добрый! Расскажите, пожалуйста, что такое незаконная миграция? Незаконная миграция – это, прежде всего, иностранные граждане, которые нарушили либо режим пребывания на территории Российской Федерации, либо правила осуществления постановки на миграционный учет. А вообще незаконная миграция, получается, это не очень хорошо. Насколько это серьезная проблема, и вот в том числе для Краснодара? Ну, с условием ограничительных мер, которые были введены в марте 2020 года, все обусловлено, соответственно, с коронавирусными ограничительными мерами. Все иностранные граждане, которые въехали и были незаконно находящимися, у них была возможность с 15 марта по 16 июня, которые находились здесь и нарушили сроки пребывания, они могли обратиться с заявлением по 30 сентября 2021 года включительно, с заявлением об урегулировании их правового статуса. То есть таких порядка иностранных граждан обратилось более 4 тысяч за данный период. Мы осуществили постановку на миграционный учет, и дальше они могли уже обратиться за разрешающими документами на осуществление трудовой деятельности. То есть дальше работать, если раньше без этого иностранный гражданин, отработав, допустим, год-два, он должен был выехать из страны, вновь заехать и подать заявления на те же разрешающие документы для осуществления трудовой деятельности. Но 4 тысячи – это такие законопослушные. А если мы говорим о незаконопослушных, например? Они, если говорить, то они были под категорией незаконных, которые не смогли в срок выехать. То есть у каждого есть определенный период, когда они заезжают, должны провести определенные действия, то есть встать на миграционный учет, подать заявление на получение патента. Три месяца, да, по-моему? В течение 30 дней они должны подать. Если они заезжают просто с целью не работы, а погостить, то могут находиться, если брать ближнее зарубежье, они должны находиться здесь 90 и 180 суток, то есть 90 дней. Но так как ограничительные меры, в основном были перекрыты сообщения выезда, и иностранные граждане были заложниками здесь, поэтому правительством Российской Федерации был издан указ, на основании которого мы принимали заявление и продлевали им законность нахождения здесь. Но есть и другие иностранные граждане, которые нарушают тот же самый въезд, которым запрещен въезд, они приезжают сюда. Несмотря ни на что, да? Ну хорошо, если мы говорим тогда в цифрах, можем назвать, сколько, например, за прошлый год было обнаружено, выявлено незаконных мигрантов на территории Краснодара? Ну, те, которые нарушили правила либо постановки, их более 4,5 тысячи, которые были привлечены к административной ответственности за несвоевременное осуществление, несоблюдение правил регистрационного учета. Это не те же, кто пришел с повинной во время пандемии, чтобы выходить? Ну, а они также подлежали привлечению к административной ответственности, но дальше уже урегулирование правового их положения. Смотрите, ну, насколько мы слышим, знаем, эта проблема вообще, в принципе, вот, превозвращаясь к моему началу вопроса, да, она есть, и она серьезная, потому что я знаю, что на краевом уровне тоже, не только у нас в городе, вообще это прям беда. Да, мы очень привлекательный край для иностранных граждан, несмотря на то, что у нас огромное количество строительных объектов, также иностранцы, они приезжают с целью работы, работают на строительных объектах. Ну, в основном, да, то есть это основное? Да, проводим определенные мероприятия, выявляем, наказываем. Откуда к нам едут, вот вы же сказали, ближние, зарубежные? В основном это Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, ну, все страны, которые без виз, которые без виза в это направление. Ага, то есть если есть вот этот еще пограничный контроль, там все сложнее, и в основном из этих стран... Они все проходят пограничный контроль, ну, все. Ну, я имею в виду там, где нужно какие-то уже озадачиться своим там нахождением, своим статусом правовым, да, получить визу или приглашение, или еще что-то. Вот это, когда все по закону изначально, тогда все и дальше все в порядке, и спрос меньше. Хорошо, а в основном, вот вы говорите, мы привлекательные строительные компании, хорошо, но с какой целью в основном сюда едут иностранцы? В основном работа. Работа? В основном работа, порядка где-то 60% это иностранные граждане, которые приезжают с целью работы. Если дальше брать, то, наверное, туризм около 20%, около 10%, наверное, коммерция какая-то, и около 10%, ну, это грубо, конечно, в процентах, те, которые намерены проживать здесь, у кого есть основания, остаться здесь и проживать, получить разрешающие документы на разрешение на временное проживание, либо вид на жительство. А если мы говорим про незаконных мигрантов, что они получают, когда приезжают? Насколько, что, выгоднее условия у них здесь прямо? Ради чего вот эти все опасности, риски? Ну, если иностранный гражданин, он приехал, стал на миграционный учет, то есть кому-то он приехал, принимающая сторона осуществила постановку на миграционный учет в течение 7 дней, также иностранный гражданин подал документы на разрешающие документы, получил патенты, он может свободно заключать трудовой договор, осуществлять трудовую деятельность теми же строительными объектами, а в зарплатах что они получают, к сожалению, не подскажу, потому что не владеют данными цифрами. Ну, и я так понимаю, если мигранты незаконные, то и оформлены они незаконные, соответственно, зарплаты у них не белые. Как правило, те, кто не проходит данную процедуру, осуществляют работу, это, безусловно, под риск компаний строительных, которые привлекают данную рабочую силу, а здесь идут штрафы, и они колоссальны, если брать. То есть по прошлому году, как мы выявляем это в основном, оперативно-профилактические мероприятия, на которые в течение года порядка 6-7 проходят ОПМов под разными названиями, в которых работают все службы управления МВД России по городу Краснодару, по прошлому году мы выявили в порядке в таких ОПМ порядка 168, по-моему, иностранных граждан, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность. И, соответственно, более 300 было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности юридических и физических лиц. Если говорить о наказании, то физическое лицо, если он привлек иностранного гражданина без разрешения документов, то это штрафы от 2 до 3 тысяч. За каждого сотрудника? За каждого, да. Иностранный гражданин, он также подлежит наказанию административному, также штраф от 2 до 5 тысяч с административным выдворением либо без такового, за пределы Российского Федерации. К юридическим же лицам более увеличен штраф, это от 250 тысяч до 800 за каждого. Ого. Ну и получается, мне интересно очень, мы говорим тут боремся, рейды проводим, все, и тем не менее рискует не только кто-то двумя тысячами рискует, там уехал-приехал, а кто-то рискует вообще стабильностью компании, и все равно на это идут. С этой стороны тоже рейды, получается, не только, ну то есть это как комплекс мероприятий, да? И строительным компаниям тоже показательные какие-то, не знаю, там задержания и предписания, да? Конечно. Ну также иностранных, нелегальных иностранных граждан выявляются по дворовым обходам, те же самые участковые. Они в смысле выявляют, где они живут? Да, конечно. Иностранный гражданин, он должен проживать там, где он состоит на миграционном учете. То есть где стоит, должен жить. Если он живет там и не стоит, уже имеются признаки нарушения. Вот такая логика. Но с другой стороны, также можно, у нас очень многонациональные регионы, здесь много людей, которые переехали, семьями живут, все уже не подозревают, то есть вы говорите, там, участковые. Или как раз участковые точно знают, что эта семья прописана, переехала, и к ней никаких вопросов. Конечно, участковый, он должен владеть ситуацией на своем административном участке. То есть он должен понимать, где у него кто живет, где стоит жилье, где живут эти иностранные граждане, в каких. А насколько внимательно вы относитесь к жалобам соседей, скажем так? Вот это такое человеческое сарафанное радио тоже работает в помощь вам? Да. Ну, также может обратиться к тому же сосед, обратиться к участковому полномоченному, написать заявление. Также можно оставить заявку на 102-112, либо написать обращение через сайт Краснодар, 23 МДРФ, поставить электронное обращение, оно в любом случае будет рассмотрено. Так, уважаемые, у нас тут вот рядом с тройкой, на ней явно там, да, 88 жителей из... Пока мы не видели. Так, нет, ну я имею в виду люди, допустим, да? Вот таким образом. Да, да. А вы уже дальше начинаете эту ситуацию раскручивать, прорабатывать? Ну, конечно, просматривать информационные системы, то есть, если добросовестные, да, юридические компании, которые осуществляют трудовую деятельность, они заключают трудовые договора, уведомляют об этом орган регистрационного учета, мы это видим. То есть, если поступил звоночек, что на строительном объекте работает очень много иностранных граждан, можно посмотреть, ну, мониторингом получается, ну, и визуальным осмотром. То есть, да, видим действительно, либо их очень много, а на данном адресе не значатся иностранных граждан, то это, конечно же, основание к изданию распоряжений и проведению проверочных мероприятий. Если мы говорим о, вот, ну, сейчас про работу, все больше про какие-то такие, знаете, ну, скажем, не критичные, наверное, с точки зрения человеческой морали стороны вопроса незаконной миграции говорили, но ведь очень часто, если ты нигде не зарегистрирован, перед кем ни за что не отвечаешь и вообще не в своей стране находишься, твори, что хочу. Ну, есть такие люди, которые почему-то так вот руки у них распускаются. Насколько незаконная миграция связана с количеством преступлений, которые вот возникают? Если брать статистически, то за прошлый год иностранными гражданами было совершено 228 преступлений. В Краснодаре только? В Краснодаре. В Краснодаре по прошлому году 227. Из них в основном, ну, где-то, наверное, 60% это кражи, если брать по прошлому году и поэтому так же. Где-то процентов, наверное, еще 30% это хранение и употребление наркотических средств. Ну, и остальные, они разные. Там есть мошенничество. Они еще успевают этим заниматься? Успевают. Ну, точно есть и убийства. Бывает и такое. Ну, а что делать иностранному гражданину, который незаконно находится и нет у него средств для существования? Благодаря пандемии. Вот вы сказали, что была часть мигрантов незаконных, которые благодаря пандемии смогли, так сказать, покаяться и спокойно уехать обратно. Уехать продолжить трудовую деятельность. Ну, или продолжить трудовую деятельность. Или, скажем, уехать, чтобы им потом никак не висел над ними никакой, не знаю, груз ответственности и проблем юридических. Если мы говорим про преступность, опять же, благодаря пандемии, количество ДТП у нас снизилось, потому что машин было мало. Там еще чего-то. В плане преступности. Меньше мигрантов и преступности тоже было меньше. Вы ощутили вообще это как-то по статистике? Ну, на один процент. На один процент всего лишь? Да. То есть, наоборот, это их еще больше подстегнуло, потому что они не могли нигде работать. Даже если бы хотели, да? Видимо. И приходилось только промышлять какими-то вот такими незаконными вещами. Наверное. Ну, а вообще, если мы говорим в целом, как эта проблема тогда решается в Краснодаре, да? Какие мероприятия проводят, в том числе и сотрудники вашего отдела? Или как это тоже? Ну, так как я и ранее сказала, то есть участковые по дворовым обходам выявлять, где проживают иностранные граждане. То есть, с целью проверки и установления тех же самых незаконно находящихся иностранных граждан. И мы проводим оперативно-профилактические мероприятия под разным названием, порядка 6-7 в год. А какие названия у этих операций? Ну, нелегальный мигрант, допустим, иностранец, патент, ну, то есть, направленное именно непосредственно на выявление иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность без разрешающих документов. Ну, и каждая, получается, они не все одинаковые, а вот такие, чуть-чуть разным направлены. Да, да, каждый в определенный период проходит, да. Вот благодаря там ужесточению или каким-то вот этим профилактическим мероприятиям вы ощущаете, что, например, хорошо, мигранты никак не возьмутся за ум, они все равно хотят есть, хотят там зарабатывать больших денег в другой стране? А наши работодатели стали более ответственны? Какая вообще сейчас тенденция? Строительный бунт-то у нас в городе ого-го какой? Поэтому вопрос. Все равно? И они тоже... Присутствуют. Ну, как я и говорила, по прошлому году порядка, получается, 168 выявили, и также было привлечено организации к административной ответственности. Что бы мне еще хотелось сказать, знаете, есть такая категория граждан, которые промышляют о фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан. А, так, интересная тема, да. Она, к сожалению, каждый год набирает свои масштабы, ну, то есть цифра растет. Если брать по прошлому году, то по статье 322-й части 3, это непосредственно фиктивная постановка на миграционный учет, возбуждено около тысячи тел. Если брать по прошлому году, по 20-му, около 800. То есть она из года в год вырастет, к сожалению, это набирает свои масштабы. Мы боремся, ну, то есть мы и больше выявляем таких постановок. Если говорить по ответственности, это штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до трех лет. Ну, боремся. Просто, насколько я знаю вообще из каких-то рассказов, знакомых, в Москве, при всем уважении к нашей столице, там очень это развито, да, потому что со всей страны едут. Ну, что, Краснодар, получается, не то, что пальму первенства перехватывает, но тоже этим грешит, и раз город такой огромный, и вот здесь вот это пригождается все, да. Ну, я имею в виду, что здесь люди, которые, опять же, занимаются вот этой постановкой на учет, это востребовано. Есть спрос, есть предложение, да. Вот таким образом это работает. Просто иностранные граждане не всегда понимают последствия, да, которые устраивают, что по документах их поставили на миграционный учет. У них есть основания подать на разрешающие документы. Они также подают, ну, получают разрешающие документы. Вот, но, тем не менее, потом, получается, при выявлении, что это фиктивная постановка, мы по заключению их снимаем с миграционного учета, но иностранный гражданин уже патент получает. Так, подождите, получается, что люди могут, вот я хотела первую часть вопроса, есть ли ответственность у того, кто оказался в этой схеме? То есть я не знаю, что это незаконно, или они всегда знают, что это фиктивное будет миграция? Да, иностранцы, как правило, знают, что они должны быть. Знают, да? Это дешевле? Цена должна насторожить? Ну, наверное, он должен понимать, куда он едет, да, то есть у него должна быть какая-то точка, которая его будет ждать. Ну, есть у нас и диаспоры непосредственно национальные, которые помогают иностранным гражданам, но, видимо, не всем, либо они не знают об этом. То есть они не знают, где можно остановиться для того, чтобы встать на учет, чтобы жить. Вот это проблема. Ну, языковой, наверное, барьер тоже, насколько я знаю. Некоторые мигранты, если мы говорим про стройки, они с трудом изъясняются на языке страны, в котором живут. Ну, законодательство их понуждает к определенным знаниям русского языка. То есть они сдают определенные экзамены. Это если все как положено? Даже тогда, когда они получают патент, да, да. То есть при получении разрешающих документов они также сдают на такие начальные знания русского языка, для того, чтобы где-то просто проще общаться. Я сейчас вспоминаю сразу наших иностранных студентов, которые, прежде чем даже в университет поступить, еще несколько лет учат язык, и их это не останавливает. Ну, у кого какие цели? Да, и приоритеты. Так вот, вопрос. Получается, что тот человек, который фиктивно, например, он говорит, я не знал, что они незаконно меня поставили, я был уверен, что у меня все в порядке с документами. Вот это, скажем так, разжалобит сотрудника миграционной службы или нет? Или и ты ответственность, тебя там как минимум вышлет, штраф наложит? Ну, иностранные граждане, которые незаконно находящиеся, мы их, безусловно, ставим на миграционный учет, но также принимаем меры. То есть это составление протокола и направление странных гражданин в суд на рассмотрение, потому что данную статью только судьи рассматривают, где выносится административное выдворение. Когда же принимающая сторона, она четко понимает, что они осуществляют фиктивную постановку с целью, ну, видимо, получить какие-то денежные средства от иностранного гражданина. Но, к сожалению, делают. К сожалению, они нарушают закон. Есть у нас определенные люди, которые занимаются этим прямо из года в год. То есть и судимость у них есть, и их ничего не останавливает. Мы при осуществлении, когда осуществляем постановку на миграционный учет, видим по количеству. В любом случае мы сразу материал регистрируем в книге КУСП для того, чтобы провести определенные мероприятия проверочные, чтобы установить этот факт. Да, вот это у вас прям бесконечно не заканчивается работа. Смотрите, ну вот мы сейчас говорили все время, иностранные, иностранные. А если жители из других регионов совсем, которые только приехали освоиться, они не будут считаться, получается, незаконными мигрантами? Ну как, они же граждане России. Конечно, они граждане России, гражданин в праве передвигаться, в свободе передвижения. То есть выбирать любой субъект. Понравилось ему в крае, остался, не понравился, пожалуйста, есть другие субъекты. Отлично. Ну тогда, Елена Владимировна, еще последний вопрос. Давайте еще раз, наверное, просто подытожим. Вы уже об этом в первой части нашего разговора сказали. Куда обращаться, куда звонить, в каком виде можно пожаловаться или сообщить о том, что подозрение на незаконных мигрантов, которые находятся в нашем городе? Либо по телефонам дежурных частей, либо 112-102. Также можно участковому, полномоченному на административном участке, который обслуживает. Либо же электронное обращение на сайте Краснодар-23 МВД РФ. Так, отлично. Я надеюсь, наши внимательные зрители все запомнили. Спасибо вам большое. Я напомню, что Елена Василега, начальник отдела по вопросам миграции управления МВД России по городу Краснодару, была у нас в гостях. Поменьше вам таких случаев, побольше отдыхать. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Напомню, меня зовут Анна Володина. Вы смотрели программу «Действующие лица» на Главном городском. До свидания.